ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Продажи новых китайских автомобилей в России опередили продажи новых японских В конце весны больше удалось реализовать только российским и корейским брендам По информации агентства Автостад в прошлом месяце в сравнении с маем 2021 Спрос на авто из Поднебесной вырос в 2,5 раза, достигнув почти 5000 экземпляров Сильнее всего просели продажи машин немецких марок Их доля в общем объеме, купленных россиянами новых автомобилей, снизилась до 7% ТРАССА 101 Волжский автозавод и Ульяновский автозавод ищут альтернативу комплектующим, которые ранее привозились из Европы Как сообщает издание Мотор, предприятия уже договорились с двумя китайскими компаниями О поставках тормозных антиблокировочных систем В первую очередь они будут опробованы на моделях Ларгус и Патриот Ранее они комплектовались АБС производства Бош Кстати, китайцы взяли за основу именно немецкую технологию, немного ее усовершенствовав Что касается стоимости китайской АБС, то дешевле германской она точно не будет ТРАССА 101 Житель Санкт-Петербурга отсудил более 30 миллионов рублей за дефектный автомобиль стоимостью менее 4 миллионов Мужчина приобрел у дилера поддержанный Ауди А6, гарантия на который составляла 4 года Поначалу машина работала исправно, но затем начались проблемы Автомобилисту пришлось регулярно сдавать свою ласточку в ремонт Причем срок гарантийного ремонта превышал отведенные для этого 45 дней В итоге петербуржец принял решение избавиться от проблемного немца и вернуть деньги Суд оказался на его стороне ТРАССА 101 В России появится новая сеть АЗС – Тебойл Вернее, сеть уже была, она носила название Shell В мае ее приобрела компания Лукойл А Тебойл – это дочернее предприятие российского нефтяного гиганта, выкупленное им у финнов более 15 лет назад Сейчас на заправках идет ребрендинг Изменятся их внешние виды и внутреннее оформление Владельцы собираются запустить там продажу новых видов топлива и собственную программу лояльности ТРАССА 101 Специалисты дали несколько нехитрых советов, как подготовить автомобиль к жаркой погоде Поскольку летом водители позволяют себе передвигаться с более высокой скоростью В первую очередь необходимо проверить тормозную систему Колодки, диски, суппорты, уровень и состояние тормозной жидкости Во-вторых, система охлаждения двигателя Если антифриз давно не менялся, то пришло время это сделать С обязательной промывкой перед тем, как залить новую охлаждающую жидкость Не помешает при необходимости и почистить радиатор снаружи В-третьих, фильтры воздушный и салонный В-четвертых, не следует забывать про проверку работоспособности системы кондиционирования воздуха в салоне И дозаправку хладагентом На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА